Подолжение следует... 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 Я эту историю уже рассказывал, тем не менее, ситуация тоже отчасти курьезная, но отчасти, в общем-то, довольно поучительная. Человек, весь поход происходит в добром высокоборной зоне, все равно весь поход он пойдет в КАСКО. Перед выходом МКК, ну, посмотрела маршрут, ну, там все поверхностно, потому что реально в том районе никто не ходил. Ну, единственный, ныне покойный, Юрий Микарович Вашингт сказал, говорит, вышли самолеты, каски одели, зашли в самолеты, каски снега. Ну, бросился, вроде, фразу бросил, ну, я, в принципе, первый шум, что-то, все время в каски. Вот, купе-то, это утро, значит, началось, будем там, выводиться. Человек спрашивает, можно я не одену каску? Ну, это нужно, в общем-то, перетопать по камешкам через речку и дальше идти по маренту. Ну, что-то попроскому, в общем-то, склончик, дальше. Даже, в общем-то, не нависая ничего, вот, камни никуда не летят. Вы говорили, как хотите, вот, ну, и два человека каски на нее дымают. Ну, нужно признать, что вот мы встали, надели, надели рюкзаки, начали по этим камням прыгать, вот, человек не налетает, спотыкается, и большой рюкзак его вот так вот перепишивает. То есть, человек, каким-то дюрфинчиком, значит, ныряет в речку или необычу. Разбивает голову, кровь, слезы сокли. То есть, подозрение с насотрясением мозга, обрабатывание раны, все это такое, ну, все такое вообще. Вот это к тому, что даже на простое переправе мне нужно терять концентрацию. Второй момент, который касается всех переправ в брод, вот, по камням, ходить бомбой. Вот. Как бы ни казалось, что вода прозрачная, такая вот хорошая, подмен положил брод, вот, но брод делать бомбой. Причем я бы скептически относился к шрёпанцам, который имеет свойство уплывать и, в общем-то, не защищает от отечественной сакрымки. Ну, может быть, в каких-то там простых ситуациях они используют. Особенно и у шрёпанцов с привязанной к нюкризинкой, вот, самострахи, да. Вот. Одетый повержишься на кризиску. Ну, скажем так, это известная практика для перехода, там, таких, типа, северных рек, там, при полярном Урале, на Кольском, где, в общем-то, течение, ну, не то чтобы особо сильное, вот. Ну, оно, в общем-то, быстрое, вода холодная, камни не катятся под носом, вот, вода прозрачная. Ну, очень часто бывает, одеваешь шерстяной толстый носок, одеваешь шляпунцы, чтобы это всё быстро сросло и перекрыли. Вот. Или резиновый сокольник. Вот. Вот. Ну, для болотных районов это от пары. Вот. Ну, надо признать, что, как только ты попадаешь в какой-то серьёзный горный район, где речка, в общем-то, даже, может быть, прозрачная, но из-за больших перепадов, ну, высоты, по расходу идти больше, течение значительно выше, вот, и к переходу даже в чистые ручьи могут быть довольно опасны. Мы, например, на юной западной победе сталкивались с речкой, которая, в общем-то, в ширину 3 метра, вот. Но, рано-рано утром, в 6 утра, мы были рано в ходе, вот, буквально отошли от лагеря тоже 20 минут, вот. Давай, если так, как бы, её перейти. Когда мы посмотрели на это ручьё, казалось, что задача, как бы, как бы найти леса и не перепрыгивать по камням. Ну, по камням оказалось, что не перепрыгивается, ну, что делать, давайте пойдём хотя бы по двое стеночек. Ну, встали, начали переходить, первая рыбочка пришла, вторая рыбочка пришли, третья звук. Ну, просто реально очень сильное течение, при том, что это самая широкая часть, самая, может быть, глубокая, но, тем не менее, реально сбила Лёша Янчик, это белка в 6 утра с ещё и не зашедшим солнцем здесь изображали на лесу. С двумя групповыми, из двумя, один из трёх групповых фотоаппаратов. То есть, один фотоаппарат после этого начал показывать изображение, а второй, двусторонний начал показать нормально, ему повезло, ему всё-таки его не открывали. Вернее, когда у нас есть, что вы должны хороупар, чтобы это присадать, вот, значит, это к тому, что даже простая речка может оказаться довольно интересной. Поэтому, скажем так, даже в речках, благодаря нашей колене, вот, я бы рекомендовал переходить стенку, то есть, грубо говоря, лежать вдвоём друг за кругом. Вот, даже, казалось бы, в простой ситуации, вот, ничего не стоит дождаться какого-то ещё, взяться за грантой рюкзаком. Другой приходит. Вот. Второй момент. При каждом роде должно быть обязательно подстёгнут поясной рюмень на рюкзаке, и, ну, то есть, чтобы вы имели возможность сбросить или кто их за грантой рюкзаком. Вот. Вы должны быть уходить, вот, и держаться за грантой рюкзаком. Вот. Если идёт человек один, ну, вот, то дайте вот хотя бы руки, где-то палок, чтобы счастье. А, и темпляки сняли, с палок сняли. Вот. Очень развивает плавание с одетыми палками в темпляках. Вот. Точно такая же срывная штука. Поэтому старайтесь переходить реку, соблюдая вот эти толстейшие правила безопасности. Следующий момент – это выбор пути, где переходить. Стараться нужно выбирать разгибы рек, которые чаще образовываются в местах разгибов. Вот. И стараться по возможности обходить стремень. Я нарисую просто простой пример. Типичная развивка, наверное, там, по воротилю. Вот. Развив идёт на несколько лет. Это, как я понимаю. А, ну, все. Вот. А, как правило, под дальним дверием по замужному радиусу идёт наибольшее течение. То есть, как правило, здесь самое глубокое место с самым быстрым течением. Вот. Старайтесь это место по возможности слезать. То есть, если есть хотя бы вот такой вот избор. то заходить можно вот так, двигаться вдоль и выходить такие вот такие вот. Вот. Значит, во время вхождения стенкой простая, скажем так, правило, безопасности, сверху ставится самый сильный. Мужчина. Вот. Если 7 мужчин, 2, значит, ставится сверху и снизу мужчины. Вот. Если 3, значит, ставится, значит, по ранжеру сверху, сверху и потом снизу. И так далее. Всех, кто послабее, получается, ставить нужно снизу по течению, ну, вторым, так говоря. То есть, допустим, возьмём простой пример. Вот. Сидит 4 человека, да, вот они и друг с речкой. То есть, самого сильного Рома слоем сверху. Ахахахаха. Ахахаха. Самого сильного. Ахахаха. Потом, потом Алёна, а потом слоём на джемиле. Ахахаха. Ахахаха. Аааа, значит. Дело в том, что, как правило, самый большой упор, ну, напор воды идёт наверху. Вот. Очень важно при хождении стенки, чтобы она стояла чётко вперёд течения. Вот. Просто те, которые идут ниже по течению, они как бы заструют. В 5 часов в трюере, и для них намного меньше. Потому что у нас есть фотографии, где переходят в врод речку, в верхний по течению может быть подуть. Вот. Его огромность под полом. А нижний где-то вот, ну, вот так, разверт. А глаза в течении. Да. А все все время глаза в течении. Ахахаха. 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 Вот. Аааа. Ещё полезно палки отдавать, соответственно, крайним. Вот. В верхнем причине выдать наиболее надёжные палки. Как правило, если идём именно с трекингом, наверное, я беру, когда стою сверху, просто две палки. Третью выберу. Вот. Либо ровно, если совсем толстая, можно могу взять. Вот. Но если, я вижу, что это сверху, когда стою, были только две, не больше. Аааа. Просто. Которые могут удержать в руке. Вот. Вот. На довольно серьёзных певках. На Тиншане. Ааа. И на 20-х, в котором рассветил сверху. У него был выломан специальный дрын. И это родило диаметром скула. Вот. Вот. Дрын ставится выше по течению. До него идёт за упор. Вот. Вот. Зима руками. На нём фактически лежит. И на нём висит ещё четыре человека. Вот. Ниже по течению. Нет. Три человека висит. А четвёртый снизу подпирает. Вот. Вот. Это реальность. Ну. То есть. Невыдуманной истории. Тарафи 10. Вот. Значит. И так мы потихонечку подкрались к теме, когда переходит один человек. при использовании палок, вот, когда он переходит. У вас есть две палки. Три. Обычные. Сложить их вместе. Вот. Три. 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 То есть. Первый шаг разошли. Второй на нём шаг. Подлились хорошо. Потому что точка опоры. Подошли. Подняли точку опоры. И вас унесут. Поэтому всегда опора очень потешили. Ну и надо признать, что палки, ну прямо скажем, прыгают деревянным штоком, толстым, потому что гораздо более крепкая конструкция, и они яркие. Поэтому, если есть возможность, если есть серьезная переправа, если есть возможность, то вылапывайте дрын. Например, у вас первый переправит на ту сторону, чтобы закрепить его, выломать его дрын, посерьезно, чтобы он на него может хорошо операться. Скажем так, шансов перейти с ним на порядок дальше. То есть мы делали переправу, в которой человек выходил на грани или не выходил, но дрыном у него шансы немного повышаются. Ну и нужно признать, что даже делать переправу в тех местах, где есть возможность человека перехватить кредсвязку ниже потечения, либо его голов займет, в общем-то, будет относительно безопаснее. Кроме говоря, если у человека есть шанс, что-то у человека или другой пропуск снесет, ну, максимум, что убьется от камня, там, как-то, когда он не несет с конца. Если есть шанс, что человек не несет с конца, то есть большая речка, глубокая и с сильным течением, или течение идет как-то не в нужную вам сроку, чтобы оттуда сидеть от вас, то лучше человеку сделать с ним. А еще такое замечание, что один человек с хорошими женами, в общем-то, может иметь шансы перейти реку, даже более высокие шансы, чем тройка в стенах. Поэтому, скажем так, страховка одного человека из стенки, ну, довольно такие примеры. Страховка веревочек. Ну и еще такой момент, к которому мы сейчас тоже подходим, это страховка веревки. А когда вы ее делаете, нужно четко знать почему и зачем вы это делаете. И не делать лишнее. Вводник вагулят есть, что вот лишняя нелегкая, это лишний путь в путь. То есть лишний раз связываться, привязываться не нужно. Вот, потому что выпутаться в реке довольно сложно. Значит, теперь поговорим про страховку через путь. И они будут с помощью веревок. Значит, страховку нужно осуществлять основной веревкой. То есть не шестерочкой. Потому что, во-первых, а, их гораздо хуже удержать. Во-вторых, б, усилия, возможно, довольно серьезные. Особенно, учитывая, что шестерочки бывают, если это полу-веревый веревок, который продается на раз. По видам сертифицированных. И, если вы разрымируете себе 200 килограмм, то у него можно будет чуть-чуть поразить. Ну и второе, если вы уже делаете страховку нормальную, во-первых, то здесь еще страховка нужна в 2-1. И делать ее не основной веревкой, в общем-то так. Второй уровень. Страховка для переходящего через грудь должна крепиться в спину в грубую обвязку. То есть, точка крепления веревки для переходящего вот здесь. Это связано с тем, что это дает возможность а, плыть, вот, даже с подотянутой веревкой. Б, когда вас тянут к берегу, вы уже все, не доплыли. Или там смеются все, а это уже делали. Наглядные пособия являются. Вот. Человек, когда его тянут там, и оно закреплено ему когда-то к ногу, к груди, не дай богу. Вот. Человек будет нырять лицом в волну. Вот. В принципе, шанс утопить людей довольно высокий. Вот. В каких-то, ну, в старых учебниках присутствует то, чтобы не пить нужный в бок. Вот. Вот. Ну, я хочу скептически просто по тому причине, что человек на боку имеет шанс запередниться в основном оседлении. Раз. Б. Когда он будет плыть, а веревка, она будет натянута подвесом в воде практически. Вот. То плыть он будет бочком. Вот. А шансы плыть человеку нужны довольно высоким. В тех случаях, когда вы делали страховку через воду с помощью веревки, я человек не доплывал. А в таких ситуациях у меня были, ну, киаичные и лиды. Вот. А то шанс выплыть был довольно сложный. Шансы выплыть немного, довольно хорошие. И благодаря этому мы это делали первую правду. Вот. Первый раз это видел в щенореческой конюнде в Крыму. Мы делали это по весеннему бабоку. Там довольно усиленно. А вот человек переплыть в Черную Речку смог со второго раза. В первый раз просто он банально не доплыл, веревка закончилась. Она вышла вся. Второй раз он шел-шел-шел, а потом просто, ну, как говоря, с самой большой точки, зашел камень, если не упрыгнул, он переплинил стрип. Вот. Ну, вот. Второй раз это. Ее из вас сделали тишины. Вот. Честно, шел до последнего. Была первая стермина, он ее перешел с палати. Вот. Во второй он боролся долго, пока, в общем-то, не решился сделать нырок, перевести там, то есть, да, поставшийся метр. А, скажем так, если бы у него не было возможности веревку выдать, то, в общем-то, я думаю, что перейти туда довольно бы сложно. Вот. Второй момент веревка должна быть длинная. Вот. Ну, скажем так, не меньше половины, ну, не меньше, чем раз в полтора-два, чем шли на линии. Дело в том, что течение очень сильно сносит, и человеку должен иметься шанс пойти в реку по диагонали. Вот. Поэтому, скажем, при веревке на веревке нужно иметь возможность выдавать. Дальше. В веревке не должен быть закреплен второй конец, который на берегу. Вот. и не должен, не должно быть на нем узнал. Вот. Это связано с тем, что, если веревку выпустили по каким-либо причинам, сознательно или просто взрывалась, вот, человек должен иметь шанс работать. В таком случае он будет похож на стиральную машину. То есть, веревка запрепится, и он будет где-то облотаться на реке. Вот. И дай ему может оказаться в какой-либо дочке, или в пороге просто. Вот. Вот. Это довольно современный момент. А еще, момент, почему крепится именно в другую систему, а вот у нас есть только беседки. В другую погоду. Вот. И верхнюю систему не носит. Вот. Крепление сюда подразумевает, что его можно вытащить, в общем-то, вниз голову. Вот. Поэтому, даже если у вас нет верхней системы, значит, лучше отрезать человека просто этой же веревкой. Вот. Только обязательно сделать еще шлейки через верх. Вот. Поплотнее, чтобы веревка не соскочила. Вот. Чем вщелкивать это в беседку. Страховку. Вот. Дальше. Страховать человека должно не меньше двух. Людей. Вот. В кавычках. Обязательно. Вот. Потому что, когда человек наплыл, а течение довольно быстро, сжечь руки будет только так. Вот. И выдавать нужно очень быстро. Иногда. Иногда нужно выдавать, чтобы человек прошел порог. У нас было такое. Получалось. Переправлялись, ну, такими, скажем так, стремниной с порогами. То есть, из него выйти человеку получалось трудно. Когда человек не дошел, сорвался, попал именно в это порожье. Вот. Нам было бы проще выдать веревку, чтобы он проплыло за порожью. А потом он выходит. Вот. Значит. И следующий момент такой, что нужно постараться не мочить веревку раньше, чем человек вообще принялся в опуск. То есть, пока он уйдет через веревку ногами, страховка желательно, чтобы не цеплялась в воду. Потому что, как только она дает зацепь и течение, на русский будут очень большие. Вот. Просто банально нужно затеркнуть человеку. Он там идет, пытается со своими палочками драться на равной весе, преодолеть пороги. Вот. Сносит его, в общем-то, элементарно из-за того, что не досмотрели пороги. Вот. Вплоть до того, что мы делали стуховку большого, большого камня. Но, правда, с возможностью, скажем так, передать веревку вниз. Почему быстро передать стуховку? Вот. Это следующий момент. Нужно иметь возможность стихующего перемещаться вдоль берега. То есть, когда веревку не хватит выдавать, то в случае, как там, нуждаться в ситуации. Вот. Слухующие должны идти вперед и идти вдоль берега. Это довольно серьезный момент. Более того, если происходит рывок, когда человек осносит, вот, ну, нужно, чтобы стихующий без дверного берега. То есть, стихующие должны быть довольно-таки надходить. Вот. И предусмотреть возможность пройти вперед. Вот. Это не всегда возможно. Но, тем не менее, нужно стараться выбирать такие места, где это шанс на принос. Следующий момент, что страховка при переходе первого, это не только одна веревка, которая ведет сверху. Вот. Это, в общем-то, скорее комплекс. Вот. К первой веревке, которая выполняет функцию непосредственно закопки, должна быть вторая дополнительная веревка, собственно, той, которую вы можете вывернуть в человек. Вот. Вот. Эта веревка должна идти ниже человека, ниже стиховочной веревки протечения и крепиться туда же, в спину. Вот. Ну, наверное, крайний случай, ну, можно вклепить в бок. Но, опять же, мне кажется, что плавание человека, скрепленное в бок веревок, не очень удачно. Вот. Задача этой веревки – вытянуть зависшего человека. То есть, вот мы имеем речу, мы имеем страховку, у нас тоже течение. Он где-то здесь сорвался из грязи наш человек. Вот подлыл наш человек. Вот. Дело в том, что, то есть, вибрация сочинения берега и санки течения могут быть такие, что отложить фронт берега. Вот. Поэтому, потому что вот это вспомогательная веревка, передача этой веревки. Соответственно, нужно сомневиться на то, чтобы здесь уклон был близкий к темпу. То есть, так, чтобы мы могли вытянуть здесь человека. Вот. Ну, чисто в идеальном углу у вас может не быть. Но смысл в чем? Если вы будете больше чемпионологов, тянуть вам будет тяжелее. Меньше – ну, вы будете фактически длины в финансовой страховке. Ну, и вы видите правильно, что задача вот этого комплекса страховки – страховочную веревку закрепить в нужном месте. Вот. А вспомогательная вытянуть на берегу. Типичные распространенные ошибки, особенно, кучующие спиджик подменники. Вот. Использовать одну веревку и так далее. Вот только этот комплекс, ну, вот эти две бревки, ими нужно нормально выйти в безопасный человек. Вот. 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 Мы постараемся на выходные, попробовать, по итогу человек выстрелили подобным. Поэтому дайте с собой запускные одежды, обувь, пластер, спаржилет. Вот. Интересную идею подкинули со спаржилетами из пластиковых бутылок. Вот. Действительно, это интересная идея. То есть, если, чтобы увеличить шансы человека перейти на какую-нибудь большую реку, ну, спаржилет, наверное, довольно очень положительным, но фактически сделать реально, кроме как из бутылок, это значит, надо что-то отдельное место. В серьезных пешеходных походах, да и не только пешеходных, были случаи, когда под известные переправы брали с собой какие-либо средства. Начинаем с лодочек каких-то, вот, закачивая камерами, высосами, матрасами и так далее. Известные походы в Саянах, где, ну, и не только Саянах, например, те же походы на Алтае, например, переправы через Карагем иногда делались с помощью групп, которые проплывают мимо на катамаранах или так далее. То есть, были, ну, были походы, которые изначально рассчитывались на то, что будет проплывать водник и здесь везет дверок. И еще были тоже одна ситуация, когда не могли перейти реку, банально бросали веревку, встречу были две группы, выходили, вот, привязывали каждый к своей веревке про веревку и бросали. Пока эти дороги не везли, неизвестно, что будет берез переправа. Это нереальный тоже случай, о котором рассказывал полуэль Гуцая, киевский турист. Вот, Натайя 8-7 лет. Вот, свежий поход в 2012 года Сергея Викренко из Халькова, вот, кидание для переправы через речку Карагем, брался в дыру и закидывался на тот берег, он цеплялся какие-то там коряги, вот, делал из переправы. Ну, потом это, естественно, отнялось на нормальную штуку. Вот, это не оказывается. Но я бы сказал, что без дополнительной тренировки это делать, ну, как-то одно щиток, да, такую переправу. Вот. Еще, ну, питерские туристы и казанские туристы, в общем-то, кидают в качестве, скажем так, закрепления веревки в сторону кошек. Берется пара кошек, привязывается к ним веревка и перебрасывается. Вот. Я знаю, что таким образом переправлялись через речку Муксу, например. Вот. Речка, ну, сказать, что она серьезная, я только не хочу не сказать, это настоящая шестерочная речка. Считалась одной из самых серьезных туристов. Реодников. Зарешей камня казалось, да. до тех пор, пока не здесь нынешний дарался. Вот. Когда в прошлом году читал лекцию, это Дыгин Юрий Иванович, они в этом месте переправлялись на лошадях. Двуши и Дыгин. Вот, по частности, алтернативой было это заберем. Верёвки сложно. Значит, по поводу переправы первого. Следующий момент, который нужно открыть переправе первого через речку, это наличие сухой одежды. Когда человек полностью выходит через речи на свете, когда вас в речи не имеют... Желкость. Значит, фактически, проблема согреться. Поэтому, как возможна ситуация упаковать его в кулек, под одеждой суммы. Кулек с вещами сухими. Либо при первой же возможности передать ему сухие вещи. Ещё из положительных вещей для получисти, на самом деле, является рюкзак. Рюкзак, в котором, наверное, ехали кучу шмоток. На самом деле, в общем, даже не то, что плавает. Кроме того, что не плавает, его можно использовать по средствам. Наконец-то, в стандартах все перематываются, был бы рискнуть от этого года. Отличная вещь. Главное, с ним попробовать переправе. То есть, проблема в том, что это малоуправляемое. Но, я бы сказал, что, посмотрев на эти решения снипереправы, что в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь. Хотя существует, скажем так, поверье, что с грузом вес больше, ну, тяжелее, выступать легче и так далее. Но, я бы сказал, что без слезы переправы, нужно будет делать. Так площадь больше, наверное, для этого. Что? Ну, как правило, все, что выше развилки, вброд сходится с большим трудом. Я бы сказал, что единичный случай переправ, когда, ну, где выше пояса, этот человек идет в пешку. Вот. Я тогда увидел на Кольском полуострове, по-моему, через Озеро, там такая длинная коса. Вот. Выходили же, да? Вот. Вот. И там, чтобы попасть на эту косу, ну, там сеть будет, когда я правильно, нужно прийти через, ну, такой, пролив в озере, ну, наверное, шириной метров сто. Вот. Но в самом глубоком месте, ну, где-то с половины не было вот так. Вот. И такого, ну, метров, наверное, отсюда, может даже и меньше. Вот. Ну, вот там я бы, конечно, там все брали взяты, мы отбивали вот так на крючок, на ниск. Мы отбивали вот так, в странах и в городском сайте, мы отбивали в краски на целях фигур. И? Мы отбивали в краски на этой части, вот так на ум, вот так уже так. Мы, как я ходил по этому, ну, из Московской области, но там все мы тоже так понимали, это сочинчики. Мы пары на шеркуют, кто-то выпадал. Да, им захши может все это завязывать. Вы там дальше стоёшь, но трогайся, потому что... Настоящая контактичная жизнь. Да. Да, не такой. Кстати, коробонагозик поднимается в полный перехвал. Набирает особый смысл. Вот. Но вот из моего опыта, что на серверах, например, какие-нибудь монорайки, какие-то оси, что там ещё, панель. И, ну, в принципе, они все имеют течение довольно несильное, но, в принципе, требуют какую-то определенную внимательность. Вот там, да, там на серверах нужно чуть выше. Если языком, конечно, идти там патика. Опять же, выше пояса с языком мы порезем. Вот. Значит. Ещё были переправы на Памире с перелывами. Коротенькие. То есть человек, на самом деле, прыгал реально по камням. Но там, ну, посадиваться осложнялось тем, что если ты на этот камень не допрыгал, или включая эту палку, то плавить тебя будет очень-очень долго и далеко. Вот. А речка такая крыльчная. Вот. Ей слышно такой крыльчный. Вот. И наденьшали вот это подобные речки. Но там, правда, по камням не получалось. Вот. Так вот. Мы помыслили на речке. Вот. Когда она поднялась, она в углу. И потом еще, ну, дождь идет. Значит, все прыгали. Вот. Там делали специальные перелы для струковки. А языки, ну, брались, так сказать, способ закрепления перелы. Называлось три желоба. Вот. Ну, то есть, брались три самые здоровые желоба. Вот. Залазили на самые большие камни. Вот. Вот. Брали, вот так. Поднимали. И, конечно, по одну, по два, по три людика. И на ту дверь перелы запускать. Ну, вот. Там, ну, там деревьев нет. И камни не летают. С большими камнями не всегда скручиваются. Вот. Вот. Давайте вот так потихонечку подожди способом переправ с помощью первого. То есть, вроде, переправили первого, постраховали. Вот. Но вот здесь еще тот момент, о котором мы поговорили, а не нужно говорить. Значит, все переправы, через рейки, которые имеют неплохое питание, нужно проходить как можно раньше. С утра, вот, на рассвете. То есть, когда расходы впереди, наименьше. Течение, соответственно, наименьше. Вот. Более того, когда вы, не дай бог, пришли под такую переправу ближе к обеду, там, в 12 часов дня, и у вас еще, пока есть шанс переправляться, нужно переправляться. Обязательно. Даже если с этой стороны отличная поляна, с, там, с дровами, с костром, девочками и так далее. То есть, даже если у вас весомый соблазн остаться с этой стороны, лучше перейти на тот берег, пока есть шансы. Мы неоднократно попадали в ситуации, когда вода прибывала по ходу, вот. В частности, переправа через кучу рук, выше, в Шелестбово озеро. Вот. Где, фактически, рук побежал на перевинки с прибывающей водой. Вот. Последний рукав проходился уже с помощью какой-то там веревки и матери. Вот. Аналогичные ситуации были на Памире. Вот. Но и самой характерной был конец похода на Памире. Значит, все уже уставшие, отходит такое время обеда. Вот. Подходит под ручей, мелкий-мелкий. Вот. И такие, типа, делаем обед, не делаем. Все, конечно. Делаем. Право делаем. И прямо перед этим ручейком делается обед, там еще пока чистая вода. Обед. Сиеста. Вот. Спустя полтора часа этот ручеек коричневого цвета. Вот. Скажем так. Вброд. Ну, я его не решился перекрыть. Вот. А потом будет шанс перекрыть по мелким камням. Скажем так. Даже не очень. Вот. Полутора часовые поиски перехода. И так далее. Вот. Поэтому. Ну, скажем так. Перейти на ту сторону мы еще как-то там успели. Чуть-чуть подмечено ноги. А обратно мы, ну, я даже не боялся находить этот рыв. Пока мы не нашли конкретный разлив. Ну, чисто случайность. Вот. То есть, если есть возможность переходить, переходите как можно раньше. То есть, тоже из примеров. Дура, например. Подходим во второй половине дня. Ну, так кажется, что течение небольшое. То есть, она как-то вылит без бенулов. Ну, коричневая. Ничего такого особенного. В глаза не бросается. Вот. Ну, давайте сделаем, типа, на дурака попробуем перейти. Получится, не получится. Где-то на пятом шаре мы стоим в стремине. И развернуться уже не можем. Вот. Ну, и так как прахивает, обратно, что же в глаза. В стороне есть такое учение. Какое-то учение. Ну, вроде. Я бы не спала. Ну, и следующего утра, ну, я бы сказал, что это, наоборот, ничего особенного я себе не представлял. То есть, выше колено. Стенка, конечно, упирается. Ну, нормально лучше туда переходить. Ну, разница просто детальна. Ну, нам как бы было не особо ударило, но мы просто решили попробовать дурака. Поэтому, скажем так, не планируйте вечернюю переплаву. Я пустой обеденнюю переплаву. Вот. А сознательно идти на такую переплаву, в принципе, это большая проблема. Вот. Аналогично. И заходите в периоды, в незнакомые периоды. Вот. И второе позднее дня – это плохая проблема. Ну, я имею в виду как это. Вот. Значит. Поговорили про время. Вот. И еще такой момент – дождь – это увеличивает шансы поднять это. Вот. Поэтому тоже ориентируйтесь на это. Если видите первое капло нождя и думаете идти или не идти лучше. Вот. Вот. Тоже одна из ситуаций. Думает. У нас только полное дня. Мы попробовали перейти. Первый чек перешел. С трудовым решим. Вот. Но решим. Решаем распадать переплаву. Взять какую-то крепчую. Вот. Вот. Чеками дуплей. Вот. Мы думаем, что в 6 утра будет все хорошо. А в 6 утра в горах там на реку ушел дождь. Вот. Речки, ну, реально воды было больше, чем свечи. Но это редкий случай. Поэтому сознательно, конечно, лучше рассчитывать. Но если шанс есть и сейчас перейти, то лучше идти щит. Вот. И теперь по поводу переправы с помощью ботузов. Вот. Точнее, с помощью каких-либо вообще разных приспособств. Ну, самая удостоверенная приспособа – это бревно. Вот. Особенно мне радует бревно на каком-нибудь Афтае. Вот. Афтае, где в день по этой бревно может приходить на суде человека. Вот. При этом бревно после обеда перекрестывается водой. Афтае может быть обледеневший. Там. Через него может. То есть, вода может быть конкретно опасным сам по себе. Но через него все привыкли идти. Значит. И мы пойдем дальше. Вот. Конкретно на Афтае. Ситуация была именно в зависении. Вот. Потенциально опасное место. Вот. Вот. Ну, и поскольку здесь все ходят без страховки, то зачем вообще напрягаться и думать на пути. Вот. Поэтому водитесь, в общем-то, стандартных вот таких вот мостиков, бревен и так далее. Вот. Вот. Даже если там прошло 100 человек, никто не спастболсов. Вот это совершенно не значит, что 101 ваш участник, или вы сами не окажетесь в этой работе. Вот. Вот. В лобусе, в лагерь лобусе, были частные случаи, связаны именно с ревном, через которое заградила по множеству людей. Вот. А ревно с польской через речью. Но речка реально опасная. Первый человек. Ну, люди переходят. Сильные мальчики переходят. Вот. Сильные девочки переходят. Девочки, которые сейчас спали вчера, не переходят. Вот. Подкнулся. Человек подкнулся. Поскользнулся. Упал в ревну. Зацепился шмурками. За какой-то коряпой по дороге. И его не плинуешь. Пошли потом на следующий день. Вверх ногами, убавляя в парку. Вот. Второй момент. Если вы уже пришли, видите, что опасно, достали его. А, кстати, в этой девочке, или мальчике, именно проще как-то. Просто разные истории по-разному доносятся до нас за последние лет 25. Вот. С момента этого трагедии. Вот. Люди перешли и держали ее в пустую сторону. Вот. Человек шел, надев легкая оперся, не удержался, не упал. В пустую. Вот. А, если уже достали мелкую, то делайте страховку по полной программе. Вот. То есть, не, ну, если у вас уже есть, не халтуйте в мелочах. Из мелочей потом может сложиться очень большая неприятность. Вот. К поводу страховки по через блюну. Вот. Страхование точно так же, как на воде, только нету оттягивающей легкой. Значит. Почему? Потягивающая легкая, которая идет через блюну, если вы упали выше блюна, вот, фактически, ну, затруднит проплывание. Вот. Она зацелится обязательно. Вот. И шансы человека выплывет, ну, там она меньше, чем просто своей. Поэтому отсутствие потягивающей веревки на блюне связано именно с точной зрением безопасности. Брать лишнюю опасность. Вот. Точно так же. На блюне страховка вщеткается в спин, ввязывается, вот, страхуют два человека. Ну, и понятное дело, что страхующий должен откатиться выше человека по… выше бревна по течению. То есть не должно произваться, когда человек упал, он бревном, что беремка обходит его же. Это довольно-таки важный момент. А, соответственно, вылавливание этого человека. Задача, она легальная. Вот. Требует. героическое впрыгивание на блюне всех остальных людей. Подныривание, вытягивание и так далее. Но, тем не менее, лучше с другими отношениями. А, это страховка именно, так называемая динамической, динамической. Вот. Или как страховка первообщества. Вот. Ее можно использовать для всех. Вот. Теперь нам поговорим про страховку. Более надежную – это перильная страховка. Вот. Перильная страховка. Мы сливаем на воде. Вот. Она состоит не только из перила, она состоит из комплекса. Перила запереденного. Вот. Вот. Плюс сопровождение. Какое-то. Вот. Транспортная ревка, которая крепится тоже с человеком. Значит, перила какие-нибудь еще, в принципе, человек, желательно русом. Вот. Можно, конечно, по поводу грудным карабином, поясным причинам, но шансов выгнуть у него статистически не мешается. Вот. Вот. Сопровождающая ревка должна быть обязательна. Вот. С той точки зрения, чтобы у человека иметь шанс вытянуть. Ни одно АЧП уже состоялось именно потому, что не было вот этой вот ревки, из-за которой можно было обращать эту ревку. По перилету. Дело в том, что повиснув на переправе, вот, во время холодной, холодная вода сбивает, мысли куда-то потерялись, улетучились. Вот. Человек адекватно соображать не может. Вот. Вот. В случае, если человек уже все пропустил в руки, вот, сказал, что он создает все уже, более того, если человек упал с бревна или когда переходил в ревку, ревку в рот с этими перилами, вот, сорвался по весу, вот, руки он тоже должен отпустить. Он не должен стараться хвататься за перилами, после виски и вытянуться. Потому что, что вот эти? Терчатки от ездящего Калибина, я не помню. Ну, ездящий. Ну, кроме того, что ездящий Калибин еще, от него у тебя осталось, кстати, в больших ключах. Ну, потому что уцепляешься, ну, за ревку. Ну, он, Елена Владимировна, представитель. Человека, который переходил в брод с перелизной кнопкой, вот, его сбило течение, абсолютно, по-честному, рюкзак, который должен быть грузом, ей не помог. Абсолютно. Вот, к гну не прижимал, вот. Фактически еле не отвечали, чтобы люди не отвечали, чтобы отпустило руки. А как вы могли отвечать, если это было? Мы отвечали. Мы отвечали. Мы понимали, что вы отвечали, и я еще помню. Ну, короче, смысла в том, что ее не будет. Вот. Есть известный ЧП, кстати, типичное место переплава вообще из речки Гораньем, ниже Гораньевского поляна, ниже пусть речки Ковлю на Алтае. Вот. Там часто переходят. Вот. Либо обешали на местную переправу, либо переходят в брод с перилами. Вот. Типичное ЧП, которое там ни одна голова послучали. Следовательно, что человек шел-шел, повис, и вот, если достать, если его не сутки. Это ситуация не то, что у них не нужно что-то подстарялось. Надо же и не нужно что-то подстарялось. Вот. Это не пренебрегатель. Второй момент, который должен быть в суд, желательно перила на переправе, чтобы были по кругу. Ну, естественно, к реке. Так, чтобы течением все сила принесли. Вдоль берега. Вот. Это сильно легче, что возможности это. Это когда перефором проводят. Это когда перефором проводят. Ну, если не надо. Ну, как это стоит. Шансы вытянуть, в общем-то, выше. Если чай, естественно. Вот. Значит, когда вы идете вброд через речку и цепляетесь к этим перилам, вот, важный момент в том, что вы должны быть ниже перил и течении. То есть вы как бы должны висеть на перилах. Ну, это бывает, но они все-таки иметь не можете. Если вы будете в черте завышен, перил по течению вы сперва перед тем, как вас развернете, вы заберете веревоку. Вот. Теперь такой момент, который чисто соревновательным пацанам, вот, очень сложно объяснить. Да, вы идете через венчик. Вот. Вот у вас веревка. Вот вы идете держать ваш ус. Вот. Веревка, которая вас должна вытягивать, должна крепиться там или ус, или системой. И находиться выше ваших рук, и в ту сторону, в которую вас будут тянуть, ну, в общем-то, и в обратную тоже, должна будет веревка идти по прямой. Она не должна обходить вас по круг туловища. Вот. Обходить куда-то под воду. Вот. Или же, там, выматывать что-то круше. Вот. Это тоже плохая проблема. Так. В случае слева у вас, когда начнет тянуть, она начнет вас разорачивать. И душа. Вот. И очень часто, те, кто много берет соревнований, очень по себе уверены, что они все делают правильно, и на этот нюанс, как пройдут веревки, почему-то редко обращать. Особенно много. Сопровождением спины? Нет. Сопровождением щелкается в сблокированную часть системы. Нет. Просто рисокируешь. Человека забывают и члены. И если больше, опять же, запутывают вас в этом, то вам понравится. Дело в том, что, если ты еще гнешь страховку в спину, ты все равно будешь тянуть в сблок. Вот. Выгод на страховке от перилов определяющую роль будет играть в ситуации. То есть, реально, человек шел-шел-шел, повис внутрь. На самом деле, если мы сидим на перилах, если мы на перилах течения, то как мы работаем? Вы не все сбиваете? Нет. На самом деле, если оно у тебя в чем-то вот здесь вот в спину, то ты будешь висеть и болтаться. Но проблема в том, что, когда ты на такой носологии, вот туда тебя потянули и вытянули. А так ты висишь, получается, вперед того, как тебя тянули. Нет. Нет. Если перилах тянули, то вниз в течении, то висеть и болтаться. То самое лучшее будет, если человек. А если тянут с того берега тебя? В какую сторону позволяет тебе? Да. Я в это положил. Ну, и получается, тебя тянут вниз по течению. Понятно? Да. Понятно. Вот. Ну, и опять же, остается загадка, как контролировать свои перила в будущем, что внутри спит. То есть это недавно, потому что тут путается, цепляется за камерой. Теперь второй момент, который касается переправы с перилами. Это по гривну. Когда вы идете по гривну, перильная беревка от вас должна быть снизу по течению. Вот. Это принципиально. Вот. Более того, если вы вдруг уже решили падать, вот, закачались, вот, и так далее, падайте, пожалуйста, вниз по течению. Вот. Это принципиальный вопрос. Потому что если вы пройдете выше по течению, нужно засыпать, вот сюда, вместе еще с перилами, вот так вот намотаете сюда это гривно. Вот. Это следующее гривно с ручками коряна или веткой. Вот. И доставать вам будет довольно интересно. Вот. Поэтому в такой ситуации старайтесь уходить вниз по течению. Вот. Даже можно быть и сознательно, если вы уже поняли, что собрались падать, вот, а это типичная такая вот ситуация. Вот. Шатаемся, держимся за перила и, вот, ушли. Вот. Поэтому это важный момент. Вот. Следующий важный момент. Значит, сопровождающая веревку должен реально контролировать человек. Веревку также крайне желательно не мочить. Вот. Вот. Потому что когда ее цепляют в течение, ее тут же начинают чернотинуть. Вот. И переходить она намного сложнее. Ну, и, естественно, влек, нажал на транспорта. То есть, мы пришли, вот, такие вот тоже классные перцы, как на соревнованиях разложили буфты, первый перешел, там, веревку закрепили, пошел первый человек, поэтому веревка склон канала. Чуды. Вот. Поэтому перебили правы. Вот. Вот. Что первого человека. Что только перебили. Вот. Сепровождение. Все переревки аккуратно готовятся. И просто тупо перебирается на кучку. Вот так. Вся буфта аккуратно перебирается в кучку. Ну, вот, без кояк, без выступающих каких-то камней. Вот. То есть, нужно сделать так, чтобы переревка очень легко на кучку. Вот. Ну, и, естественно, тоже такая ситуация характерная. Вот. Вот. Люди, которые держат сложнее, должны быть всегда надо готовить тянуть. То есть, когда человек сорвался, все тут же моментально становится серьезнее. Вот. А тянуки, ну, просто вот так вот и не потягиваются. То есть, если есть возможность сбежать. Схватился, прибежал. Единственное, что смотрите, что там опять входят с человеком. То есть, если он с любого степеница уже берет и не отпускается, то, конечно, есть шанс оставить его безуполку, за руку, за руку, за руку. Хотя, с другой стороны, на другой чаше не сложно. Вот так. Его, его жизнь. Слышал, бывает что-то, что он не вставает, что в течение минуты вытащить. Ну, типа, его приносает и получается, что… Ну, да. Это моя рейдушка. Ну, то, что не полот вытащить. Например, когда вот у нас, когда подъем новые переходы, что если ты у нас, он готовится, и вытащить. Ну, наверное, ну, это ситуация теоретически нужна. Ну, я не знаю, я не сталкивался с ситуацией, что не внутри на тысячи метров. Вот. Я видел прогресс, когда вот тебя просло. Получается, у нас была 50-ти метровая берега, полностью вся вытянута в ходе обливания. Букол на секунду от 45. Вот. С моей стороны было загреплено со столом, наверное, 9-сот такое. А с той стороны было загреплено за ширину. Ну, я объясню так. Это Иль Злацкий обвел вот у себя берегу. Лёх. Ну, там просто, когда это такая песчаная галька или два каких-то таких камешков, Лёх просто на эту гальку, он просто взяла на ноги и вот так вот держал. Ну, вот. А два страничных участников, которых там были они, получается, ну, просто выбирали меня. Выговорят, выбирали, они выбирали. Вот. Когда Леонтло, вот, они начали кричать, и его побежали. Вот. Они начали быстро пытаться играть. Но проблема в том, что быстро, ну, это не то же самое, что схватили и провисли. Вот. Потом, когда кричали, они потянули, но в какой-то момент всё равно веревка одна провисла, и нижнюю точку имейшем сложно пройти. Получается, они убежали в одну сторону, перила вот так вот провисли. Получается, они тянули уже от перила. Вот. Ну, естественно, это помогает создать их классный, который бы провисли в своё нужное место, и все остальные. Вот. Но это уже не нравится. Хорошо. Алина. Умеет ли смысл, вот, в ваших закреплении, перед вами, тренирую повесить полотник, в который бы сопровождение проходило тем самым направлением движения, у вас нужно всегда вдоль реквировки. Да, интересная мысль. Мысль интересная. Возможно, в чём-то даже оправдана, но, с другой стороны, это потеря не будет. Ещё раз. Угу. А-а-а. Да, ну, я бы сказал, что лучше глазами подумать и тянусь вдоль. Потому что неизвестно, как оно себя поведёт, в какой-либо ситуации, там, защемило, ну, карабин перевернуло, или так, или ещё какие-нибудь штатные ситуации. Я надеюсь, что просто получается, можно поднять её прямо вперёд, наверное, в очередь, в поворотнике, она не перекуплась, практически весь путь, и уже далеко, там, может быть, чувствовать состояние. В мобильности. В мобильности. В мобильности. В мобильности. Ну, то есть, я бы лучше не игрался, а лучше бы если уже видно проблему, я бы её решал. Потому что так ты себе дополнительство даёшь проблему. Ну, до какой-то степени. Скажем так, неизвестный добавляешь. вот. Значит, это мы поговорили про перила, которые являются средством страховки. А, ещё один момент. Нужно ли быть готовым урезать перила? Вот. Теоретически, я бы сказал, что нужно быть готовым урезать перила. Но, честно сказать, правильный выполнен технический приём не должен приводить к ситуации, когда вам нужно вырезать перила. То есть, если вырезать перила пришлось, значит, что-то вы сделали явно. с другой стороны, если это рамки пустят в жизни человека и имеет возможность пустить, ну, лучше убить нож. То есть, это есть такая фигня, что прибыли, если мы можем выделить вот это течение, что прибыли? Ну, я бы не вводил эту ситуацию в ранж штаты. Мало ли, в чем узнать, может, мы его в коляне забыли, а его оттуда еще не было. Ну, чего, какие-нибудь полтави типичные ситуации. Значит, теперь немножко поговорим про перила, который является не только страховкой, но и средством и травм. Вот. перила в качестве страховки и перила в качестве способа переплавки. В том числе и на древне. То есть, перила на древне, когда вы будете через реку, это и опора, и средства страховки. Вот. Теперь по поводу использования опоры. на дороге с перилами, когда вы будете в водлечку, конечно, на эти перила лучше опираться. Это вам сильно облегчит жизнь. Вот. В общем-то, для этого эти перила лучше. При переходе по дневному эти перила вот толком не являются точкой толка. Полисание на перилах может закончиться довольно плачевно. вот. Особенно, если плохо обычная функция страховки. Вот. Я просто сейчас коснусь переправы, чтобы... а потом вернусь до блюда. Значит, переправа, но это тоже способ перемещения. Не весна. Вот. Она делается тоже из основной веревки. Вот. И делается на такой высоте, чтобы человек не напал. Вот. Да, но это в нештабной ситуации, когда сделать дневного окна невозможно, но наша цель сделать то, чтобы мимо прилили. Значит, на весной переправе есть два серьезных параметра дожды. Вот. Первое это высота закрепления. она рассчитывается очень просто. Для одинаковой веревки на десять метров переправы будет один метр провисок. То есть, стрела провисок веревки будет один метр на десяти метровой переправе. На двести метровой двадцать, ну, два метра. На сорока метровой четыре. плюс человек с его изнаянием. Вот. То есть для переправы 25 метров на какой высоте нужно оплаты закрепить? Неменьше 3 метров. Вот. Это достигнута, в общем, эта цифра условно-экспериментальной путем для натяжения веревки там 6 человек. Вот. Это там простыло, недавно происходило. Вот. Но с двое этой веревки, когда вы натянете две веревки, продлица где-то в полтора раза меньше. Не в два, а в полтора. Вот. От того, что там может висеть какая-то там легкая девочка или толстый жирный мальчик, вот. Ну, ситуация, конечно, кардинально изменится, но, в принципе, расчеты, они остаются одинаковыми. То есть если все правильно натянута, то вы должны это лепать на. Вот теперь переносим вот это вот соотношение 1 к 10 на бревну. Вот вы идете по перилам по бревну. Точка закрепления перин в 20 метров. Брела короткая, 7 метров. Вот. Вы идете и посредине скрываетесь. Насколько вы упадете относительно на этот перил? Ну, метров на три. Соответственно, даже при том, что длинно узкое, ваше перило, вот, на которое вы пришли лентуристов, вам, так сказать, ну, не способны. Они вас способны в плане страховки, но в качестве точки опоры они, в общем-то, вам скорее сыграют за нежу. Поэтому перила короткие используйте в качестве поддержания правой веси. Если вы очень хотите, используйте в качестве точки опоры, не уверен, что там будут уставшие, неопытные упори, еще как-то. Вот. Сделайте, в общем-то, довольно простые моменты. Вот. Точки закрепления. Вот наши отрелиги. Вот все они есть. Во-первых, натяните и не порянитесь, чтобы тянуть нормальный принципастный. Во-вторых, поставьте здесь человека, и здесь человека, которые просто будут держать трек или на плечо положат. То есть, чтобы они уменьшили спиду провисли. Понятно, да? То есть, чтобы вы могли отбираться на эту берегу. Вот. То есть, использование крил на берегу довольно командно. То есть, использование крил на берегу довольно командно. Вот. Для этого нужен полиспаст. Вот. В общем-то, древние его придумали. Вот. Простой динамик полиспаст, который называется «Пик одному». Вот. «Пик одному». Позволяет вырасть усилий для натяжки, в общем-то, довольно динамик полиспаст. Вот. Но, первое, что нужно сказать. Значит, для натяжки приправы тоже нужно знать, сколько полиспастов надо задействовать. В общем-то, правило тоже самое шесть проектов. Один в десять. То есть, если вы используете, вы делаете переправу на десять метров, полиспасту нужно три метра. Вот. Вот. Это в среднем. Это, как это, температура по больному. Значит, шесть в шесть, да? Точно так же вот. Вот это один в десяти. Вот. Если и понятное дело, что вы пласты закипели на металовое удаление. Столько, сколько нужно полиспаста на берегу, которую закрепили в районе славы. Вот. Или вы ее перекрепили, вот, то расчеты ваше. Но это точка, от чего лучше рассчитывать. Следующий момент, который касается, третий важный метр, касающийся электро закрепления, это точность закрепления. Значит, чем ненадежнее точка, тем тем больше должен быть провисок переправа. В противном случае опора просто может снести. Значит, не рекомендуется использовать всякие техноивные штучки типа опоры, столбов, железобетонные, которые в первое время для нагрузки совсем другие усилия, максимальные. То есть, любой железобетонный столб вальцами на тремя людьми просто в этом. Вот. Поэтому крепить за нормальные деревья с хорошими корнями вот, не за нервные, не за суток, в любом случае. Вот. Если опора камня, вот, крепить за большие и большие камни, которые хорошо развивают, вот, если опоры ключи, вот, крепить, не натягивать. Вот. И, естественно, делать компенсацию. Вот. И, естественно, делать компенсацию. Ну, несколько компенсационных. Вот это. Ну, не на нерве, но хотя бы на руках. Вот. 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 Чтобы у человека можно контролировать был его полет. Вот. Вот. А на остальных переправах, строков, что у нас является? Ум? Дрилла и сопровождение. То есть, компенсационные. Дрилла и сопровождение. То есть, компенсационные. Дрилла и сопровождение. Это сопровождение, я бы сказал, что не только не полезно, но и предоткопускайчик решает. И, любой другой об этом узнает. То есть, шагерёка должна с двух перебов выдаваться легко. Это может очень сильно сыграть на безопасности. Теперь по поводу закрепления веревки. Задача простая. Веревку нужно сдернуть после нагрузки. И нужно иметь какие-то надежные способы закрепления. Как правило, на целевомый период завязывается тот период, на который мы переходим. Типа штыки и удавки. Удавки более разностроенны. Я бы даже сказал, что в Киеве штыками производятся. У меня просто порядка менее корректированы. А удавки довольно расстранены. По счастью, из-за учебников в поликлинике, которые при максимальном советском проявлении. Удавки, как правило, менее надежные. Удавки и имеют особенности. Мы об этом поговорим в воскресенье. Я покажу примеры. Желающие могут пострелять. Закрепление с исходного береза. Чтобы из-за учебников, нужно сделать, что самая крупная, как и любая. Всякие вариации на тему саморазвязывающих узлов, а-ля пожарных и так далее. Но пока что не в отношении к капиталу. То есть, есть вероятность, что он развяжется сам по себе в процессе. Значит, самый тупой, самый простой вариант переправы так, чтобы не ошибиться. Я бы сказал, что если группа не соревнуется регулярно, не отрабатывает регулярно элемент переправ, то я бы для всех остальных способов использовать только группу. Мы имеем исходный берез и целлюл. Человек пришел туда, закрепил там штуки. С этой стороны зарядили хвостой тупой полиспласт. Здесь коробячи закрепили каким-то там стрельщиком или полуслакающим узлом. И натянули. Натянули и задушили. Все переправились. После этого все развязали. Загребили здесь коробинной лавкой. А здесь дотянули через паск. Для последнего человека. Последний человек переехал. Все сделано. Этот же способ отлично работает. Как на деревьях, так и на крючках, камнях. Хреновых опорок, корявых опорочках и так далее. Плюс в том, что его может организовать один вменяемый человек. Ну, полтора вменяемых человек. Минус. Разница на деревьях и два. Да. Два разных нужно натянет на деревьях права. Но я бы сказал, что тупо, надежно, дешево, дешево, дешево. Во всех старых учебниках по туризму и в арменистских учебниках рисует другую систему. Вот. Которая, в общем-то, по своей тупизне, ну, где-то на порядке два сложных. Вот. Но тем не менее. Нет, вы, друзья, смеетесь. Реально, чем тупее конструкция, тем сложнее ее поломать. Вот. Поэтому, как правило, с той стороны завязываешь что-то, если сама развязываешься. С этой стороны цепляют отдельный полиспас. Какой-то. Вот. Натягиваю пульсиком. Здесь взяты какой-то удетворяющий пульсик, и здесь замышлены карабинным ударом. Ну, я бы сказал, что этот способ актуален для тех, кто тренируется очень регулярно. И даже некоторые после пяти лет тренировок не способны подать, на каком состоянии завязать бесперку, чтобы ее не спустить всю натяжку перед правой. Вот. Поэтому я бы сказал, что это способ актуален тоже. А вот есть и другие способы, но и будем говорить уже на практике. Это вообще. Может быть. Веревки. Хорошо. Вот. И выводки. Также можно натягивать двойные веревки и сдвоенные. Веревки. Вот. Значит. Двери и взялись в ее веревку. Плюс в чем? Если прилетит с неба карабин, вот, то он разрушит одну веревку, а вторую не разрушит. Вот. Эта схема перекочевала во все современные соревнования по туризму. Вот. И считается панацией всей политики. Вот. Те, кто еще застали советские веревна или хотя бы видели, как они делали тогда, ну вот, приходя бы с 90-х годов было тем, в общем-то еще застали отношение к тому, что одинарная веревка с возрывной мощностью 2,200 или даже 1,5, способна выдержать сверхнагрузки этих переправ. Естественно, если она видит. И, как это сказать, ну для похода специально есть еще одну веревку. В общем-то это, ну можно, но это. Но самое слабое место переправы где? То есть без закрепления. То есть без закрепления. То есть фактически лимитирует прочность это точка запрепления. Вот. Поэтому количество веревок на веревке не играет такой роли, как качество точки веревки. Вот. С точки зрения безопасности, кроме того, что идет до самой точки, вот, важную роль играет радиусы гипа веревки на веревке. То есть, если вы крепите просто за крюк, вероятность обрывок на веревке довольно высокая. Потому что радиус загиба меньше, чем радиус скрепления. То есть не крепите крюк, просто проливая на веревку. Вот. А при рывке обрезать можно просто на волосы, особенно если вы хорошо на веревке. Вот. Значит. Что еще? По поводу двойна веревок. Значит. Что еще? По поводу двойна веревок. Значит. Плюс этого способа, вот, в том, что, а, уменьшается стрела провисов, вот, б, нагрузка по всей веревной веревке переспечивается на большую, на большее расстояние. То есть, натянув независимо две веревки, мы получаем, скажем так, нагрузку сперва на той, которая натянута лучше, а потом мы будем, наверное, натянутся на сутки. Здесь же, в общем-то, нагрузка в перерыве появляется. Поэтому, я бы сказал, что этот способ может даже в чем-то перезапасить, чем две отдельные веревки. Хотя официальные в нашем уровне, которые переписывают правила каждые четыре года или два года, вот. Наклонные переправы, как правило, сами по себе имеют очень небольшую вероятность использования, но тем не менее не менее, а, как это сказать, враг, она возможна в случае спосровод. Реально проще, безопаснее для пострадавшего спустителю по переправе, чем тягать по каким-то, там, нехватым склонам среди камней. Ну, или, наверное, где-то. Вот. Что еще? Ну, по переправам Северопольных залов еще пару слов о всяких эзотических переправах. Вот. Переправа по кочкам. Вот. Вы будете смеяться, но это реальность в каких-нибудь полярных районах. Абсолютно настоящие такие вот гусланные кочки. Вот. В принципе, вы исключали даже на Кавказе и на Камире. Вот. Но, тем не менее, нечесанные родители. Вот. Но, как бы, частые случаи переправы по кочкам – это переправа по камням. Через день. Вот. Следует... Вот. Вот. В Кавказке, да? Вот. Экзотика переправа жердями. Вот. По балабам. Вот. Вот. Здесь сильно все зависит от местности и от того, как ее выражение есть. Вот. Самое важное в этих переправах, ну, скажем так, ну, использовать равновесие и можно сократить расстояние между надежными точками, с которой ты не ходишь и ты не ходишь. Вот. Еще одна интересная переправа мне показали в Европе Петровске – переправа с шестом. Вот. А через ябл, кстати, сохранительные размеры шест, вот, делаются усы. Человек пристегивается, ну, к шесту привязываются эти усы. Человек, то есть, улетается усом и прыгает через этот ябл на этом шесте. Вот. Потом он в той ситуации сделает еще один третий ус. Вот. Ну, надо признать, поскольку я это делал на соревнованиях, а организаторы соревнований, это не особо распространяется этот способ и не особо носили что-нибудь в телевидении, то, в общем-то, из каких-то там 14 команд в трех передуманных. Ну, они не знали, что нужно делать вот эти усы. и, ну, и, ну, и просто правильно, если вы, ну, и, ну, и, ну, и... Мы поговорили о том, чтобы не нужно жить, но, тем не менее, пару слов про выкладку я скажу здесь, и я надеюсь, что у нас получится что-то сделать небольшой шаг. Значит, существует несколько способов. Самый простой, надежный – найти дерево и свалить, которое будет появиться в рабочий язык. То, что надо и можно опротичь. Ничего учить не надо и так далее. Вирус, потому что лапа, которая падает в течение, очень спокойно может прибиться на алкоголь. Но, опять же, если оно падает сразу в воду, то его и кормят уже вместе. Второй момент – очень осторожно относитесь к сучим деревьям, которые при упадке или при привлечении человека могут ломаться. Вот. Мы когда-то на Кольском во время обеда решили проявляться с укладкой бельна. Вот. Начали вытягивать сухие деревья. Но те, которые не ломались в процессе укладки, вот ломались в процессе укладки. Он был 110 кг на место. Значит, поэтому компромисс между собственной безопасностью и любовью в природе тоже надо выдержать. Вот. Теперь. Следующие, может, такие есть несколько распространенные способы. Значит, первый – это с помощью бельсов, в которые выкладываются относительно небольшие и нетяжелые тревожки. У нас есть бревно, к нему привязываются два уса, которые вкладываются. То есть бревно поднимается, потом поворачивается и поднимаются. Усы нужны для того, чтобы удержать как-то ревно. Значит, первое правило в этом все – бревно вертикально в пол. Выведенное вертикальное бревно превращается в невыправляемое совершенно. Примерно? Примерно. Да. То есть у него зона поражения. Причем оно неверное движение и оно падает. Вот. В следующий момент, при укладке такого бревна, когда оно падает, вот, хомин, то есть человек, который держит хомин, должен очень быстро бегать. То есть человек не должен сидеть на попеле сверху, еще раз так, он должен сидеть на горточках и держать хомин бревно. Бревно начало падать, опа, и отскочит под кружином. Вот. Дело в том, что, когда наш по конец упал, хомин подлетел. Вот. У этого хомин – это поражающая сила афиньи, например. Вот. И оно может отскочить пару метров в сторону. Просто лучше бегать. Вот. Поэтому нельзя стоять еще и в голову. То есть человек должен стоять в голову. Вот. Ну, про технику укладки поговорим чуть позже. Я знаю еще способы, которые я видел в Виндесе укладки. Это зеркальная, как сказать. То есть она нужно положить сюда, бревно кладется напротив, полоса основывается в стороны, потом они его выводят вертикаль и кидают. Вот. А дальше пытается это выводить. Ну, то есть это, в общем-то, никакой… Ну, плюс в том, что оно может упасть как-то вперед либо назад. Вот. Но минус в том, что оно падает, и падает, в общем-то, довольно опасно. То есть на самом пути ее можно поломаться. Вот. Второй способ – это укладка, грубо говоря, сейчас какой-то балансир. Ну, с таким балансиром, когда так придумали, в 84-м году, в 10-м, в 200-м, была тренога. То есть связывается три ноги, три животины здоровенные. Вот. К нему подвешивается древно, которое значительно длиннее препятствия вашего предполагаемого. Вот. И как подъемный кран, ну, давайте, как балансир какой-то, поворачивается и укладывается. Вот. Значит, плюс в том, что относительно безопасно для укладки. Второй пункт укладывается очень большим размером приона. То есть метров по 20, или даже связанные два дерева укладываются. Вот. Вот. Ну, минус в том, что довольно интеллектуальное, собственно, именовательное. Вот. То есть его использовали, этот способ придумали для переправы через речку Критой. Вот. Вот. Восточный Саян. Вот. Поход там, ну, с Восточного Саяна себя представляют фактически три крипта. Вот. Или два в половине. Вот. Один ближе к людям. Речник Критой. Такая сплавная в уровне пятерки. И еще дальше какой-то эффективный. Вот. 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 Нужно перевалить первый хребет, в котором входят все. Вот. Это, ну, такой аналог. Я не знаю еще. Ну, для Карпасов это круче, чем Карпат, только Кавказ, как говорили. Вот. Первый перебал из Карпаса. Вот. Потом речка, через которую переправиться могут не все. Вот. А потом хребты, которых никто никогда не видел. Вот. Значит, группа зашла туда, переправили, отдала себе Ховик, натягивала переправу, а обратно переходил такой каньон, называется Моткин-Лещу. И мысли в том, что речка сходится до расстояния, там, 10-12 метров. Ну, вот. Из двух сторон сказанных берегов. А те, кто перебывались, они рассчитывали, ну, только на водников, которые подходили. Вот. Ну, люди, которые подумали, они придумали этот способ. Триндоги, выломали большое-большое брюно, уложили вот это большое брюно для переправа первого. Первый перешел и натянули переправу. Вот. Переправа, 60 метров, я видел фотографии, за брызг они ехали, провис был такой, вот такой. Шесть метров, правильно, если представляете мне? То есть, реальный способ, который реально работает. Но, надо тренировать. А, еще из интересных способов, не укладки, на закрепление переправы. Вот. Вот. В принципе, он давно известен, но в зло использовали деситы, наверное, будет три назад, четыре. Походим на Латай. Значит, они закопали в гальку прибрежную, где не было там поры, закопали кленовую. То есть, поставили кленовую и ее закидали кленовую. И на ней натянули переправу. Вот. Ну, довольно такой действенный способ. Вот. Вот. Ну, в принципе, по способам, да и все. Вот. Ну, и еще хотелось обратить внимание на снаряжение, по которым делится переправа. Во-первых, вверх, которые должны использоваться только, в основном, для страховки и для переда. Вот. Вот. Дальше карабина должна быть целая, не старая, не пропелена. Вот. У нас на тренировках в клубе, я знаю, минимум два случая, когда стрелял, разорвался карабином. Вот. В одном из случаев это был ремель, в котором родились с детства. Вот. Выпелены ровно в половину. Вот. Желающие можно было это показать. Вот. Значит. Дальше. Крусики, которые вы крепите в колес пласт. Обязательно у нас двойные. Вот. И... Обязательно карабин на них тоже вкруется, и его должен стоять на облаку. То есть, вы должны перекручивать как-то там, полу раскрытыми и так далее. Дальше. Для натяжки перил, вы должны стоять минимум на длину колес паста. Затк, опроверг. То есть, в кассу. И в кассу. Вот. Я знаю. Один случай, который был с альпинистами в поликлагерях Тру по время тренировки. Карабин порвался. И полетел парень в голову, пробил каску. Пошел на 4 сантиметра в поле. Вот. Новосибирский лимбардоновский парень. В общем-то. Остался на поле. Вот. И еще один случай, я знаю, в Крыму, мой хороший товарищ, Рома Потапов, который во время подготовных соревнований натягивали переправу. 20 человек там дернуло. Карабин старый разорвало. Ему отрывало. Замешили. Значит. Следующий момент. Для натяжки переправы не более 5 часов. Человек. Вот. В современных правилах шокодную туризму считается, грубо говоря, усилие 15. Ну, то есть, ординарный полиспасс тянет 5, а двойной полиспасс, то есть, 5 полиспасс тянет 1. Ну, в принципе, смысл в том, что больше 5 человек тянут длинного. Если вы тянете больше, лучше подумайте над техникой исполнения. Вот. То есть, мы скорее провели в легкую, чем... Что ж это? Вот. Когда-то во время тренировок в ДНШах, мы абсолютно честно провали в легкую. Тянули шестеро, но у нас такие были между облачки. Вот. И фактически это был полиспасс. 7 или 8. Ну, то есть, очень большое количество витков на роликах. Вот. Тянули, тянули, тянули. И вот вместе, в противоположном берегу, веревка вот там, где были штуки, лопнула. Перелетела полностью тетерев. И вот так вот, на берегу, от которого тянули, она вот так вот так вот. Давайте это сложим. Вот. То есть, даже не на ногу. Чтобы вы понимали усилия, с которыми тянется. Вот. Если бы она, конечно, ударилась, и дерево полетело дальше, она уходит, конечно, и битый на пол. Поэтому, в заключение, я хотел бы сказать, А, если вы планируете серьезные переправы, или уйти до похода, если вы их не умеете использовать, не используете, ищите пути отхода. Вот. И, ну, всегда презво оцениваете то, через что вы собираетесь переправить. Вот. Вот. На этом все. На сегодня. До субботы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.